Приветик! Сегодня мы составим большую сводную таблицу по модальным глаголам. Мы будем сразу делать на обычное и вероятностное значение, но заполним не все. Я советую оставлять столько же места, сколько у меня в картинке. Тема сложная, много нюансов, но я считаю, что вот так по видео вообще ничего не понятно. Мы запишем только общее, а потом будем сравнивать, анализировать уже на этапе каждого упражнения. Разберемся, в общем. У нас, как всегда, три колонки. Настоящее, прошедшее, будущее. Как мы помним, модальные глаголы употребляются в своем обычном значении, только в настоящем, где они обозначают не конкретное действие, а отношение к нему говорящего. В каждом времени у нас есть активный и пассивный залог. Активный — это когда подлежащее выполняет действие, пассивный — когда над ним выполняется действие. Я буду его писать буквами A и P соответственно. И буду писать их с правой стороны колонки, потому что слева мы потом будем дописывать вероятностные значения каждого глагола. Глаголы в таблице расставлены в порядке уменьшения должествования. Ну, я имею в виду уменьшается сила, с которой что-то должно быть сделано. И точно так же уменьшается будет и вероятность, с которой что-то будет сделано. Итак, я считаю самым сильным модальным глаголом have to. Его не всегда прямо называют модальным, скорее формой, так как он требует вспомогательного, но мы все же будем его брать. В настоящем прямое значение have to — вынужден, должен. I have to answer the phone. В пассиве мы ставим на место подлежащего предмет или человека, над которым выполняется действие, после него модальный глагол и после почти полную форму пассива — be плюс третья форма глагола. Здесь через have to у нас будет частичка to, так как она привязана к have, но с остальными ее не будет. Телефон должен быть отвечен. В прошедшем I had to answer the phone, а в пассиве the phone had to be answered. Опять, да? В прошедшем времени мы можем построить пассив через have to только потому, что на самом деле это не совсем модальный глагол, это его аналог, поэтому получится. С остальными модальными глаголами пассив приобретает значение вероятности, так как это над чем-то могли или не могли выполнить действия с какой-то вероятностью. Пассив в прошедшем времени с ними мы рассмотрим попозже. Следующий идет must, почти то же самое, что have to, но это больше человек считает, что он должен. Обычное значение I must answer the phone, послабее, чем have to. В прошедшем времени ставим стрелочку have to, так как в обычном значении мы не можем использовать модальный в прошедшем и точно так же в будущем. В пассиве the phone must be answered. Прошедшее время пассива мы тоже будем строить через have to. Третий по силе у нас глагол should. Мы его используем, чтобы дать кому-то совет, что же ему надо сделать. Его аналог для прошедшего и будущего to be supposed to. Также to be supposed to, конечно, может употребляться и в настоящем, вместо глагола should. Настоящий актив you should answer the phone. Пассив the phone should be answered. В прошедшем мы можем построить только актив. I was supposed to answer the phone. А в будущем you will be supposed to answer the phone. Ниже у нас идет глагол can, который у него еще есть аналог to be able to. Настоящее I can answer the phone. В пассиве the phone can be answered. В основном значении в прошедшем актив превращается в to be able to. I was able to или could answer the phone. Здесь was able to равняется could. Они взаимозаменяемые. А вот когда мы будем в вероятностном значении брать, то они уже не будут взаимозаменяемые. То есть could не равно to be able to. Но это сложно, мы поговорим об этом чуть позже. В будущем you will be able to answer the phone. Сразу запишем в таблицу could. В большинстве случаев это то же самое, что can, но слабее и с частичкой бы переводится. You could answer the phone. The phone could be answered. На телефон могут ответить. Могли бы и ответить. Вот так. Часто используем для вежливых вопросов. Could you tell me the way to Trafalgar Square? Не могли бы вы подсказать мне? Что-то в этом роде. В прошедшем будущем принимает форму вероятности. Мы рассмотрим чуть позже. Еще есть may, у которого есть аналог to be allowed to. Настоящий актив. You may answer the phone. Passive. The phone may be answered. Прошедший актив. You were allowed to answer the phone. Будущее. You will be allowed to answer the phone. И самый слабый глагол might. Еще слабее, чем may. You might answer the phone. Ты мог бы и ответить на телефон. The phone might be answered. Могли бы и ответить на телефон. Упрек, да? Вот прям реально получается. Также он может употребляться в прошедшем и будущем. Причем отличать мы будем только по контексту. You might go and see her. Ты бы мог пойти и увидеться с ней. У нас, кстати, тоже непонятно, это какое время. Прошедшее или будущее. Итак, это все кажется очень запутанно, но мы распутаемся. Мы сначала пройдемся по всем этим модальным и их особенностям. Будем прямо разбирать на практике. А потом вернемся и дополним. Давай приступать. Пока-пока. Пока-пока.